всем привет сегодня поговорим вот про такую прикольную абордажную саблю от рюйк от рюриковичей вот такая вот приколюха это не совсем керамбит это просто нож у которого есть кольцо чуть попозже объясню почему и нож предоставлен непосредственно официальным представителям данного бренда в россии ссылочку на магазин где можно приобрести я обязательно оставлю в описании в подписи и в закрепленном комментарии в общем что это такое это нифига никакой не супер пупер резак с потрясающими характеристиками это очень классно интересно выглядящий нож на тот случай если реально вам хочется чего-нибудь эдакого потому что он производит впечатление он ну на самом деле производит впечатление и можно вскрыть посылку можно отрезать ниточку но к сожалению не более но может быть можете вы вот так как скрепком поскрести я предлагаю вам сначала пробежаться по его характеристикам модель называется p881 и бывает она в двух вариациях как у меня с песочными накладками и с черными из black wash им на клинке вес данного ножа 135 грамм длина рукояти 111 миллиметров и если мерить вместе с кольцом 128 в самом толстом месте это 15 миллиметров и на g10 очень приятная текстура подбитый камень присутствует у нас глубокая клипса она полированная не переставляется под левшу пролившие опять не подумали конструкция полуоткрытая опять же за счет вот этого кольца диаметр кольца 22 миллиметра и сказать что на самом деле это полноценный керамбит я не могу потому что у меня с трудом сюда влазит палец при том что у меня средняя рука на что крутить его еще я реально точно не смогу потому что когда я зажимаю вот так вот кулак да то нет ничего не получится длина клинка 76 миллиметров из них полезных 68 поскольку присутствует такой большой чойл и если взять вот так то прям очень прикольный такой не поймешь боуи и таган или нож из фильма загнанный на клинке у нас сталь сэндвик 14 28 н заявленной твердостью 57 58 единиц очень приятная железка на самом деле это в прошлом эксклюзив для компании кершел и когда-то это была сталь для опасных бритв которую добавили немножко ванадия и хрома чтобы она себя получше вела не так ржавела и пола более было устойчиво моем случае финиш клинка stone wash и сведения на вот этой вогнутой части от 06 до 06 и на передней части от 06 до 08 на кончике и это на самом деле мрак для заточника потому что здесь рекурва здесь выпуклая очень большая перемена угла но для тех кто пользуется трианглом это на самом деле не проблема предлагаю вам сравнить данный нож с другими более известными складными ножами чтобы понимать его габариты вот такие ножи они вполне имеют место быть вашей коллекции потому что ну вот этих вот ножей которые с чудесными характеристиками с выдающимися сталями с какими-то там где ты просто берешь характеристики а не то что нож тебе нравится просто потому что он популярный их миллион сто тысяч штук а вот таких штуковин которые реально цепляют их не так много и вот лично для меня это одна из как раз такие же учитывая что я могу легко еще и покрасить в красный цвет вот эти накладки а могу еще и заблок вошить а еще и заново заточить всегда на самом деле здорово клипса кстати сказать вполне удобно и на кармане располагается очень неплохо достаточно глубокое кольцо торчит можно вытаскивать но опять же я привык что если керамбит достаешь вот так а здесь же достаешь как обычный тем более там не засунул мизинец достал открыл все здорово в осевом используется подшипничек и стандартная схема для рюйков один винт засовываешь отсюда другой засовываешь отсюда во они профилированные в смысле они такие как это с анти прокручивающимся шлицом назовем это так даст такой с лыской с одной стороны но вот собираются так и так с центровкой после сборки разборки тоже проблем никаких давайте разберем нож и посмотрим как у него все реализовано внутри а Я, честно, пытался этим ножом что-то порезать, построгать, все остальное, но ничего особо из этого не вышло, потому что все-таки такая геометрия, очень необычное удержание, что если ты удерживаешь за чуэл, то кольцо тебе не нужно, если удерживаешь за рукоять, то тебе тут вот кольцо вроде как и не мешает, но нельзя сказать, что суперудобно его удерживать. Думаю, что вот эта штуковина, конечно, для вот такого внезапного движения, она, наверное, очень страшная, и при заточке здесь нужно умудриться вот эту вот вершинку сохранить, но, в принципе, и так, ножик очень прикольный. Подытожим. Нож именно прикольный, именно необычно выглядящий, доступно стоит, и это именно приколюха. Его можно покупать именно только потому, что он тебе нравится. Рассчитывать на какой-то суперприятный поюз в быту не приходится. Да, повторюсь, ниточку, зубочистку, посылочку, конвертик, да. Что-то большее надо изловчиться, но, как говорят, если ножик на самом деле нравится, то ему можешь простить многое. И там можно извратиться. Я всегда привожу этот пример. Одно время было, когда я говорил, что самый лучший DC нож, это спайдерка Матриарх 2, цельносерейтерный, вот такой загнутый, я и салаты ему умудрялся нарезать и все остальное. Поэтому здесь тем, кому понравится, все то же самое. Представителю компании большое спасибо за предоставленный экземпляр. Качество у рюйков стабильное, и оно мне нравится, особенно за свои деньги. На этом, наверное, и все. Все ссылки в описании. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok